В эти минуты начинается встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана с главой российского МИДа Сергеем Лавровым. Я напомню, что ранее президент Владимир Путин фактически всерьез впервые призвал стороны конфликта прекратить боевые действия. Тем временем бои в Нагорном Карабахе идут почти две недели. По данным Минобороны Армении, сегодня ночью продолжались обстрелы Степана Керта. Министр иностранных дел республики Заграб Мцкананян в своем твиттере опубликовала несколько фото разрушенного храма в городе Шуши. В свою очередь Минобороны Азербайджана сообщила, что несколько районов Горанбойский, Тертерский, Агдамский и Физулинский находятся под обстрелом Армении. Мой коллега Василий Полонский провел утро в городе Тертер. Вася, расскажи, где ты сейчас находишься? Ну вот буквально через несколько секунд Василий Полонский подключится, а я вам расскажу дальше новости, связанные с этим регионом. Главы правительств Армении, России и Казахстана, Белоруссии сегодня встретились в Ереване, где проходит заседание Евразийского экономического союза. Михаил Мишустин призвал немедленно прекратить боевые действия и добавил, что Россия готова содействовать преодолению конфликта в Нагорном Карабахе. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов возобновить мирные переговоры по Нагорному Карабаху как к такому сложному спорному региону. Сегодняшнее заседание проходит в трудные для Армении времена. Две недели, как не прекращаются бои по всей линии соприкосновения Нагорного Карабаха с Азербайджаном с применением всех видов современного вооружения. Города и села, а также объекты гражданского назначения и инфраструктура Нагорного Карабаха и Республики Армения находятся под артиллерийским и ракетным обстрелом. Есть множество убитых и раненых, в том числе и среди гражданского населения. Однако, уверяю вас, что, несмотря на все трудности, наш народ сплочен, как никогда и полон решимости выстоять до конца и защитить нашу свободу и независимость. Так, вернемся с этой важной встречи к моему коллеге Василию Полонскому. Он провел утро в городе Тертер. Вася, расскажи, пожалуйста, где ты сейчас находишься и что происходило за эту ночь и за сегодняшнее утро. Да, Ань, привет. Я сейчас нахожусь в городе Барда. Это такой тут центр. Я уже не первый раз отсюда включаюсь, а утром мы поехали в город Тертер. Это главная точка обстрелов с армянской стороны. Этому городу доставалось и до войны, которая началась в конце сентября. Но сейчас очень-очень сильно доставало все эти дни жилым домам. И вот мне удалось походить по многим там улицам, по поселку Беженцев. Их там несколько в районе города Тертер. В том числе на местном рынке. Это не прям такой полноценный рынок. Это просто такие торговые ряды в центре города. И там очень много магазинов и торговых площадок, которые взорваны. И туда падали не только снаряды на руках Града, но и в том числе и Смерча. Много погибших было именно в Тертере и пострадавших. В том числе мы заходили в музыкальную школу и видели там следы от крови, к сожалению. Но, как это неудивительно, в довольно сильно разбобленном городе можно встретить и местных жителей. Они продолжают там существовать. Несмотря на то, что магазины закрыты, им помогает гуманитарная помощь. И вот произошел довольно один забавный, курьезный момент. Это вот такая жизнь войны. Когда я брал интервью у местного жителя в поселке Беженцев. Давайте посмотрим. Ну, в общем, поразительно. Вы видели, что я дернулся, а мужчина, который тут живет, он вообще не сошел с места. У него даже мускула никак не повернулась. Это, конечно, абсолютно удивительно. Спасибо вам огромное. До свидания. Скажу честно, это смех скорее не радости и веселья. Какой вот этот смех немножко нервный. Потому что и вправду в Тертерии очень часто раздаются и выстрелы, и залпы. Я уже научился тут их различать. Но иногда все равно ты пугаешься от любого громкого хлопка. Сегодня вечером ждите мой сюжет о ситуации в Тертерии, главном городе, пострадавшем от этой войны. Именно азербайджанском городе, в котором я был. И, конечно, бы хотелось бы рассказать, почему я все так и не побывал на фронте. Нам удалось пообщаться с представителями Министерства обороны. И вот вчера был такой, ну что ли, закон, я не знаю, или приказ. Скорее, это приказ, я думаю, Министерства обороны. О том, что не пускать журналистов к линии фронта. Нельзя снимать похороны. Я напомню, что вчера у меня вышел сюжет, посвященный этой теме похороны солдат. Тут их называют шахидами. И неважно, кстати, мусульмане они или нет. Это просто вот такое название погибшим воинам. И в том числе нельзя снимать никакую технику, которая иногда тут в приграничной зоне появляется. Но все равно мы будем пытаться попасть на линию фронта. Нам в Министерстве обороны с теми людьми, с которыми мы общались, сказали о том, что не оставляйте ваши надежды. В определенный момент вас, конечно же, пустят и на те территории, которые уже отбил Азербайджан и дадут возможность снять и технику, и солдат. Поэтому пока я остаюсь тут, а вечером ждите мой сюжет из Тартера. Аня, тебе слово. Спасибо большое, Вась. Скажи, пожалуйста, по ощущениям, сегодня вроде бы начался какой-то робкий мирный процесс. Сейчас встречаются главы государств. Есть ли изнутри впечатление, что каким-то образом утихает война в эти часы, в этот день, когда, собственно, начинаются переговоры дипломатического свойства? Это очень сложно, потому что, с одной стороны, конечно же, сегодня намного тише, чем было в остальные дни. Ну вот, например, возьмем город Тартер. Например, вчера или позавчера около 2000 раз стреляли по Тартеру, а сегодня только 400. Ну, можно сравнивать, но выстрелы все равно продолжаются. Например, вчера ночью мы стояли у гостиницы и смотрели так в небо. Тут ночью очень красивое звездное небо. И я так говорю, смотрите, звезда взлетела. А это оказалось, что ракета с территории Нагорного Карабаха полетела на территорию Азербайджана. В общем, война все равно продолжается. Да, может быть, она сбавила свои какие-то обороты. Да, может быть, она проходит уже не так шумно тут, ближе к линии соприкосновения. Но все равно пока война идет. Спасибо большое. Это был Василий Полонский с территории Азербайджана. Ну а что сейчас происходит в Армении, узнаем у корреспондента РБК Александра Атасунцева. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, Анна. Расскажите, пожалуйста, ну а как выглядит картина сегодняшнего дня и, возможно, вчерашней ночи с территории Армении? Где вы сейчас находитесь? Наблюдаете ли какие-то активные действия военные? Нет, я несколько дней назад вернулся из Типанакет, из Нагорного Карабаха. Там, как вы знаете, хорошо работать уже стало практически невозможно. Очень частые бомбардировки и очень много журналистов оттуда выехали. Я вот сегодня утром был в Ереване. Сейчас я поехал в пригороды посмотреть просто, какая здесь обстановка, что говорят люди. Необычайно пусто, особенно в туристических местах. Вот мы проезжали сейчас вот город Сиван. Местные говорят, что да, они не только из-за коронавируса, но и из-за войны. Да и сам город тише, обычно шумный Ереван. В эти дни вот с начала конфликта ведет себя значительно потише. Сегодня, да, вот вы это обсуждали с корреспондентом в Азербайджане. Появилась, в общем-то, надежда, правда, не первый раз с начала конфликта, что, может быть, боевые действия сейчас сойдут на нет. Но вот буквально вот несколько минут назад приходили сообщения, что по Степанакерту стреляют. Я буквально вот прямо перед вылетом армянской делегации в Москву, где проходят консультации с азербайджанской стороной при последничестве Москвы. Общался с пресс-секретарем МИДа Армении Анной Нагдалян. Она всячески подчеркнула, что это не переговоры, это консультации. И главной темой консультации является ведение гуманитарного перемирия. То есть создание возможности просто на фронте для того, чтобы достать тела убитых солдат из той и с другой стороны, потому что все эти дни, с воскресенья, когда начался конфликт, бои там не затихали. Более того, судя по тем сообщениям, которые приходили все это время, они очень ожесточенные. И страшно вообще представить, что происходит непосредственно на линии соприкосновения, где идут бои. А скажите, пожалуйста, тут появилась какая-то все-таки фактологическая информация. Сколько, предположительно, погибших и раненых? Вот сейчас начались переговоры об обмене военнопленными, вы говорите, в том числе и телами погибших солдат. Сколько их? О каком масштабе обмена идет речь? Как вы думаете? Я думаю, ну, если я не ошибаюсь, азербайджанская сторона с начала конфликта не предоставляла официальных данных о своих потерях. По данным, которые предоставляла Армения, я могу сейчас что-то напутать, но, по-моему, это в районе 300-350 человек с начала конфликта. Я имею в виду потери армии обороны иногда. Да, Нагорного Карабаха. Но я боюсь, что как только становится какое-то затишье, когда появится возможность посчитать, определить тела, их принадлежность, боюсь, что цифры, конечно, возрастут. Не берусь сказать кратно или просто. А вот если говорить о настроениях в стране, конфликт, действительно, вы сами говорите, исключительно кровавый и серьезный. Насколько люди вообще готовы к мирному развороту событий? Только что мы говорили о больших потерях, а теперь можно и говорить о мире. Хотят ли, в принципе, мирного разрешения событий граждане Армении, с которыми вам удалось пообщаться? Или это трудно пережить, простить, трудно согласиться на дипломатическое решение, когда только что страна понесла такие потери? Да, вы знаете, я боюсь, что, конечно, этот конфликт, он отбросил переговорный процесс на годы, если не на десятилетия. Что это значит? Это значит, что сейчас, конечно, если уже договариваться о мире, то нужно проводить будет какую-то работу с населением, потому что и с той стороны, и с стороны Армении люди очень ожесточены. То есть они мира как бы не хотят, на ваш взгляд? Да, тем более, ну, как не хотят? Конечно, хотят мира, но мира на определенных условиях. Если раньше речь, скажем, могла идти или обсуждалась вопрос передачи районов и так далее, то сейчас в Армении настроения такие, что, конечно, ни метр земли не будет передано. И на самом деле главная проблема нынешнего конфликта в том, что висит полное непонимание, что с ним делать с конфликтом, о чем договариваться, какие формулы применять. Потому что вот два дня назад я спрашивал премьер-министра в интервью, не считает ли он, что это отброшено на годы, на десятилетия весь переговорный процесс. Он в целом согласился и говорит, что контекст вообще всего этого конфликта изменился сильно. Поэтому главная, наверное, проблема – это вот это непонимание ни заинтересованных сторон, ни третьих сторон о том, что с ним дальше делать. Мне кажется, вот эти все дни, они очень наглядно это показывают. Но в Армении совершенно точно настроения не такие, в общем, боевые. Люди не готовы пока слышать про то, чтобы идти на какие-то компромиссы. Спасибо большое. Это был корреспондент РБК Александр Тасунцев, который находится на территории Армении.